Собрание неверующих людей. И мы благодарны Тебе, что Ты с самого утра уже обозначил нас, вот в этих словах, в этой молитве, как невеста. И мы Господь, как невеста, которую всегда показывают белый, честный, фокея, которая показывает на святость, которая показывает на истину, которая показывает на чистоту. Мы, Господи, хотим сохранить эту верность, потому что то, о чем мы сегодня будем говорить, мы будем говорить о том, что Ты, Господи, ищешь в первую очередь верных, благоразумных, рабов, дорогой наш Господь, которые, они могут стать вот именно со всеми теми характеристиками и качествами, Боже мой, Твоей невестой, которую Ты просто обхаживаешь, которую просто зацеловываешь, которую любишь, Господи, которой благоволиваешь. И мы, Господи, также говорили о тех откровениях, которые Ты нам открыл песни-песни, о том, что Ты даже скачешь, как голень, вот перед этим окошком, где Твоя невеста для того, чтобы понравиться нам. Поэтому пусть нас, Господи, коснутся вот эти струны Твоей любви, которые Ты поставил внутри нас, делав нас храмом Духа Святого, чтобы, Господи, мы могли взорваться, для того, чтобы мы могли, Господи, вот точно так же, как Адам, сказать это, вот она жизнь, вот она Ева, кость от костей, плоть от плоти моей. Но это сказал Адам, а Ты был вторым Адамом, значит, это Ты, Господи, вот так смотришь на нас. Хотя, казалось бы, точно так же, как в Эдеме, Ева совершила столько дел. И как многие говорят, что увела Адама от той цели, вместо того, чтобы быть помощницей. Хотя, Господи, они обои там натворили, но Ты, Господи, пришел, как второй Адам. А мы продолжаем, как невеста Твоя. Творить и творить. Так много всего, что не угождает Тебе, и при всем при этом, Ты, Господи, назвал нас Евой, Ты назвал нас жизнью, потому что, Господи, Ты смотришь на будущее, Ты смотришь вперед, Ты, Господи, показываешь нам пророческие времена, и Ты, Господи, через апостола Павла сказал, что мы есть гость от гостей Твоих, мы есть плоть от плоти Твоей, что, в отличие от Адама, мы уже не сотворены. А ты, Господи, сказал, что мы рождены от Тебя, мы рожденные свыше, аллилуйя. Мы, Господи, отрезали от Тебя все ДНК греха, все, что было от Адама, этого больше нет у нас. У нас нет греховной плоти, и Ты, Господи, это показал, когда проводил свой народ через Черное море, когда Ты проводил, Господи, новое поколение через воды, Господи, Иордана, как Ты, Господи, нас провел через это водное крещение и сказал, Господи, о том, что мы совратили с себя, просто оставили в этих водах всякую греховную плоти, все, что было от Адама, чтобы мы, Господи, не заблуждались обманом дьявола, который говорит, что у нас все-таки есть вот именно те черты, те делька, которые от Адама, с которыми мы болимся, но Господи оставил нам слово, слово откровения Твоего нет, у нас осталось ничего, Ты оставил нам, Господи, только плоти, но это не греховная природа, плоти, которая имеет совершенно другие характеристики, о которой Ты, Господи, сказал, что она дает нам выбор ходить либо в духе, либо во плоти, но Ты нам дал силу, хождение в духе для того, чтобы умерщвать все дела плотские. И мы так благодарны Тебе, что Ты все приготовил для нас, для того, чтобы мы были чисты, честны, чтобы мы, Господи, ходили, Господи, во всей чистоте, во всей святости, Господь, Аллилуйя, пред лицом Твоим, потому что Ты, Господи, сказал, будьте святы, как я. Свят, значит, это возможно. И Ты, Господи, собрал нас вместе и сказал через апостола Иоанна, что тогда, когда мы собираемся вместе, то тогда кровь Твоя, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И мы, Господи, проходим через все эти бальеры, мы проходим через все эти, Господи, препятствия, через все эти заборы, и в личном итоге, Господи, с первой по пятую главу мы уже, Господи, называем себя теми, как Ты, Господи, о нас и сказал, что рожденный свыше, он не грешит, но хранит себя, ведь дьявол не прикасается к нему. И мы, Господи, все на разных скоростях, но когда мы вместе, тогда мы сильны, мы пользуемся друг другом, неважно, кто из нас в каком классе, неважно, кто из нас в какой пустыне на сегодняшний день, когда мы вместе, когда мы, Господи, Твоя команда, команда Божьей мечты помогаем друг другу. И тот, кто собрал много, делится с тем, кто собрал мало. И тот, кто собрал мало, он делится с тем, кто собрал много. И поэтому, Боже, мы сильны, даже тогда, когда нас двое или трое, Ты, Господи, сказал, «Я уже здесь, среди вас». Ты, Господи, показывал свою силу, даже, Господи, через одного человека, как пророк Иеремия, как Моисей. И Ты, Господи, показал даже по жертвам, что жертва Моисея, она приравнивалась к жертве всего народа за грехи, показывая тем, что Ты можешь, Господи, начинать даже с одного человека. И Ты, Господи, послал Моисея и дал Ему помощникам Аарону. А нас даже, Господи, здесь не просто двое трое, но сделай нас, Господи, по качеству, такими же, как Иисус знаменит, как Харьков, и не просто Таня. Он с Твоим именем пошел в землю обетованную, показав пророчество, что, Господи, вся земля, она в славе Твоей, вся земля, она принадлежит нам, потому что Ты, Господи, на кресте сказал, свершилась. Свершилась, дорогой наш Господь, поэтому, Господи, мы признаемся в любви к Тебе, так же, как Ты, Господи, умер за нас, и у нас, Боже мой, могли бы подниматься вопрос о том, а за что, когда, почему, и у Тебя один ответ, просто потому, что я люблю людей, просто потому, что я люблю Вас, я люблю Тебя, я люблю Тебя, ведь вся Вселенная, она показала Твою любовь, когда Ты, Господи, сказал, что Твоя любовь, она свершилась. Такая любовь, когда Ты, Господи, отдал свою жизнь за свою невесту, за каждого человека, за каждого из нас, за эту землю, Ты не мог проиграть, Ты не мог сойти с креста, потому что, нет никакой другой силы, больше силы любви, сколько было искушений, сойди с креста, сойди с креста, но как Ты мог сойти с креста, чтобы тогда было с нами, и Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за вас, тогда, 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 когда мы были еще грешниками, Господи, пусть это взорвет, пусть это дойдет до нас, и тогда, когда мы пробовали быть хорошими, пробовали воспитывать себя, тогда, когда мы были еще грешниками, Ты, Господи, видел все, и нам ничего не нужно, уже доказывал. Точно так же, как Тебе не нужно было доказывать, что Ты Сын Божий. Я, Господи, молюсь за тех людей, которые стесняются этих вещей, которые даже не хотят дружить с теми людьми, которые о них что-то знают, которые видели их слабости, которые видели их падение, поражение, или даже грехи, но, Господи, Ты видел все, и Ты не отвернулся от нас. Пусть будут всякие комплексы, пусть будут сняты все маски, пусть, Господи, лучше будут направлены эти силы на то, чтобы двигаться в Тебе, несмотря ни на что, потому что мы не будем перед людьми во всем хорошем, потому что, Господи, так же, как это было на Тебе, так это будет и на нас, что все лежат не только на восстание, но и на падение, их предмет пререканий, и Тебе самой оружие пройдет душу, сказал Он о Матери, сказал Он о Церкви, сказал Он о нас, Господи. чтобы мы не огорчались, когда о нас говорят что-то плохое, точно так же, как говорили о Тебе. потому что, когда мы читаем Исаии 53-ю главу, то мы там читаем, что Тебе небыли отданы почести, как царем, какого-то успешного бизнесмена или человека, написано, что ты был умолен. И люди, когда смотрели на Тебя, они были очень огорчены, они думали, что это царь. Но ты, Господи, без всякого величия, без всякого безднасти, это только отметил духовный мир, это отметил Отец, это отметил Сатана, это знают все бесы, что на самом деле произошло. Но для многих людей ты остался опозоренным. И, как написано, в нем не было ни вида, ни величия. И если мы идем этим путем здесь, на земле, то, Господи, зная пути, как знал Моисей, должны дорожить этими вещами, что наши оценки не из внешнего мира, наши оценки от Тебя, Господи, наши оценки из духовного мира, который говорит, Павла знаю, Иисуса знаю, а ты кто такой? Боже, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господи, за мудрость. Благодарим Тебя, Господи, за благословение. И, Боже, будь милостив к нам, будь милостив к нашей стране, которая сегодня в войне. Благослови нас, освяти нас лицом Твоим, Боже, дабы познали на земле бунт Твой, во всех народах спасение Твое, которое так необходимо, особенно там, где сейчас идет война. Да восхвалят Тебя все народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все, да веселятся и радуются племенами, ибо Ты судишь народы праведные, управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, восхвалят Тебя народы все, и земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш, потому что этот плод, этот дейм, это первый снов, который был вознесен, и точно так же, как в Идеи 15 главе, когда Авраам просил, как Ты благословишь меня, почему мне узнать, что Ты благословишь меня, и Ты, Господи, казалось бы, не отвечая на прямой вопрос, говоришь о том, что принесение жертву, как Ты сегодня показываешь нам на наши вопросы, а почему Ты благословишь нас, а потому что плод взят от земли, потому что снов, верно, был принесен, потому что жертва была принесена в лице Иисуса Христа, точка невозврата пройдена, дьявол опоздал и мы не можем быть неблагословлены, поэтому благословит нас Бог, и до боятся Его все пределы земли, да восстанет Бог, и расточаться враги Его, и добегут от лица Его, ненавидящие Его, как рассеивается ты, ты рассеи их, как дает воск от огня, так печестивый, да погибнут от лица Божия, потому что Господи, все, что сегодня происходит, одна только картина, которую мы видим, что ты сделал нашу страну, и мы благодарны тебе, как земля Гессем, там, где, Господи, не прошли вот эти парады гомосексуалистов, транссексуалов, ты, Господи, защитил нас, Господи, те праведники в лице лота, которые выбрали именно те места, в которых на сегодняшний день страдают из-за того, что их окружают те, которые хотят иметь и, как они пришли и окружили до углод и сказали, мы не только тебя поимеем, и не только твоих дочерей поимеем, мы ангелов этих хотим поиметь, но ослепли, поэтому по имени Иисуса Христа мы освобождаем слепоту, потому что это не просто война, ты реально в Господе потрясаешь всю землю, ты реально в Господе судишь, Господи, все народы, ты, Господи, взвешиваешь, это контрольное взвешивание, это твои суды, о которых царь Давид говорил, они на пользу, они слаще меда, эти суды, которые не просто для некоторых узнать подрежности свои, но для которых, Господи, они стали тайными, а для многих стали явными, когда уже просто поднимаются голоса, как в книге откровения написано, зверь вышел из моря и поднялся на небо для того, чтобы произносить свои ругательные слова на того, которые на престоле, а Господи, у тебя все силы, потому что праведники посвеселятся, да возрадуются перед Богом и восторжествуют в радости, поэтому поем Богу нашему, поем имени Его, превозносим шествующего на небесах имени Его Господь, и радость пред лицом Его, Он Отец Сирот и Судья в Дух, Бог во Святом Своем жилище, Господи, мы сегодня поднимаем всех равеных, мы сегодня, Господи, поднимаем всех, которые остались, Господи, без сыновей, без дочери, без отцов, без матерей, Господи, мы во имя Иисуса Христа запрещаем тебе сатана вскрывать красные линии людей, потому что это собственность Бога, и делать их одемоненными во время вот этого стресса, во время этой войны, эти двери открыты для того, чтобы Бог вошел, присутствие его вошло, молитвы наши вошли, чтобы, Господи, Боже, твоя сила была, чтобы люди обращались к тебе, чтобы ты был у них единственный источник, единственного пования, единственная надежда, ты, Господи, выходишь перед народом твоим, точно так же, когда ты шествовал пустыню, земля тряслась, как сегодня трясется, даже небеса, таяли от лица Божия, и этот сценарий от лица Бога, Бога Израиля, обильный тождь проливал ты, Боже, на наследие твое, и когда он изнимагал оттуда, ты потреблял его, народ твой обитал там, по благодати твоей, Боже, ты готовил необходимое для бедного, и ты дал слово, провознестец, великое множество этих, Господи, сегодня по всей нашей стране и по всему миру, поднял пророческое служение, и как здесь написано провознестец, великое множество, ты сделал нас, Господи, пророческими людьми, и пусть наши уста не закрываются, и пусть царевоицы бегут, бегут, а сидящие дома делят тобычу, это о церкви, это о нас, доме того, мы, Господи, еще живем в таком месте, мы живем как будто в центре вот нашей страны, мы даже до конца и не чувствуем во всей полноте, что идет война, пяти погибших, которые пришли сюда для того, чтобы быть похоронены на нашей земле, мы молимся за матерей, мы молимся за отзор, мы молимся за родителей, Господи, пусть это приведет их к тебе, пусть сердце раздирающее, оно не примет то, что я от тебя, а наоборот, Господи, успокоится в тебе, как ты сказал, я отец тот, я отец сил, ты успокаивающий, Господи, ты утешающий, и столько можно сказать слюней тех гуд нехороших по Сибири, по этой земле, хотя советник и дружественной страны сказал о том, что это несправедливо иметь одной стране такое место, как Сибирь, и поэтому война идет за земли, прикрываясь всякими масками, и мы так благодарны тебе, что мы живем на этом месте, мы благодарим тебя за этот мир, за этот покой, который ты нам даешь, но не дай нам, Господи, расслабляться, как здесь написано, что а сидящая дома, и пока у нас есть возможность сидеть дома, в доме Божьем или в наших домах, делить добычу, а делить добычу это значит двигаться в видение, двигаться в молитвы, двигаться в пророческих перемещениях, быть там, где мы не сможем быть, пока живем здесь, на этой земле, и делить добычу, как написано пророчество в Галине Вениамина, утром будешь делить добычу, логи, утром будешь ей славить, твое вечер будешь делить добычу. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твою мать, за Твою печаль, Господь. Мы благодарны Тебе за наш дел, который Ты нам дал, в котором мы стали, как голубицы, которые крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом, когда всемогущий рассел царей на сей земле, она запелела, как снег на селмоне. Гора Божия, гора Воссарская, гора высокая. Что вы завистливы, смотрите горы высокие на гору, на которые Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно. И леснец Божий в тьме тысячи тысяч среди Господь. На сенае посвятилище мы молимся за наши глаза, чтобы мы могли увидеть так, как видел пророк, который помолился за своему слугу, открою его глаза, чтобы он увидел, что тех, которые за нас, им больше тех, которые против нас. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь за эти деньги. Бог возлагает на нас бремя, но он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение, во власти Господа Вседержителя брата смерти. Бог сокрушил голову врагов своих, волосатая тень закоснела в своих беззакониях. Господь сказал, от вас сана возвращу, вылетуя из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твой, и язык свой в крови врагов. Видели шествие твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего, святые, впереди шли поющие, позади играющие, на орудиях, среди девостей, парами, в собраниях, благословите Бога, Господа, вы от семени Израилева благословляю, твое имя, Господи. Дам меня младший князь их, князья Иудина влады их, князья Завлоновы, князья Нефалимовы, Бог твой предназначил тебе силу, утверди, Боже, то, что ты заделал для нас ради храма твоего в Иерусалиме, цари принесут тебе дары, укради звери в тростине, стадо волон среди дельцов, народов валящихся с литками серебра, рассыпь народа желающие брали, принуд вельможи из Египта, и Фиопия прострю трудни твоих Богу, царства земные пойте Богу, воспевайте Господа шествующего на небесах небес от века, вот он дает глазу своего, глаз силы, воздайте славу Богу, величие его над Израилем и могущество его, на благо, страшный Боже, посвятилище мою, Бог Израилем, он дает силу и крепость на руках своего, благословен Господь, Дорогие, дорогие храмы, вы, Иерусалимы, а наши Иерусалимы здесь, цари не принесут дарь. Аллилуйя, поэтому давайте мы закончим наши предприношения для того, чтобы все-таки сегодня и воскресное служение и еще вложить в себя слово в душе. Аминь. 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 Аминь.